Праздник 23 июля. Почему этот день особенный, что нельзя делать, у кого именины. 23 июля православный мир чтит память преподобного Антония Печорского, который был основателем Киева-Печорской лавры. В материале «Стиллер» читайте, что можно и нельзя делать в этот день, приметы, кто именинник. Антоний родился в конце X века, недалеко от Чернигово. Горя желанием увидеть своими глазами места, где родился и жил Иисус Христос, он посетил Палестину, а на обратном пути задержался в Афоне, где принял постриг и прожил несколько лет. По преданию, игумен Афонского монастыря получил знак отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на родной земле. Житие Антония повествует, что святитель обладал даром чудотворения, исцелял больных, предсказывал события. А в народе его прозвали громоносцем, потому что 23 июля обычно была летняя гроза, по которой предсказывали урожай. Главные приметы на Антонии. Гроза ночью, к хорошей погоде. Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье, к жаре. Стебли картофеля высоко подняты, к солнечной погоде. Поникли к дождю. Радуга в первой половине дня, к сильному ветру. Бабочек не видно, к дождю. Улитки на деревья залезли, к ливню. Утром сухая трава, а днем мухи сильно жалят. К вечеру выпадут осадки. Что строго нельзя делать в этот день. Кричать, ругаться, ссориться и просто громко разговаривать в этот день недопустимо. Наши предки считали, что если постричь в этот день волосы, то укоротишь свою судьбу. 23 июля нельзя оставаться грязной и носить грязную одежду. Именины отмечают обладатели таких имен. Антон, Георгий, Даниил, Степан, а также Роман. Напомним, ранее в ПСУ рассказали, какие в июле особые даты и праздники в православном календаре. А также перед этим мы писали, за что надо молиться каждый день в этот месяц. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр.